Отслуживший 12 лет ФСБ сотрудник Александр Чумаков решил совершить танцгендерный переход. Это называется теперь каминг-аут. Смена пола. Это не только для ФСБшников, это для всех. Называется каминг-аут. А Чумаков решил совершить трансгендерный переход, сообщив журналистам, что теперь он не Александр Чумаков, бывший сотрудник ФСБ, а Катерина Майерс. И объяснил, почему он делает каминг-аут. По словам 30-летней Катерины Майерс, она отслужила в органах 12 лет и уволилась в звании капитана. А спустя год заместительной гормональной терапии открыто решила рассказать на своей страничке в инстаграме о том, что этот шаг к смену пола она делает ради борьбы с дискриминацией и травлей, с которой столкнулась еще во время службы. Цитата. Я хочу бороться с этой дискриминационной системой. Таких людей, как я, в спецслужбах много. Есть еще и геи, и резбиянки, но разве от этого они становятся плохими сотрудниками? Спрашивает Катерина. Добавляю, что она первая, кто решилась на каминг-аут, то бишь трансгендерный переход. Сейчас я пью, цитата, ударную дозу гормонов. Через два года я планирую сделать хирургическую операцию, удалить половой орган. Также планирую операцию на голосе, сказала Катерина. И добавила, что после гормональной терапии и появления грудей у нее стали возникать конфликты с коллегами из-за, цитата, нетипичного поведения. Но не могли коллеги пережить появление большой груди у их капитана, когда он был мужчиной. Ну вот не могли и все, пришлось уволиться. Но теперь Катерину никто и ничто не остановит, так сказать, ее право. Адвокат Ефремова заявил, что Михаил запретил ему общаться с журналистами. Петр Хархорин сказал, что журналистам теперь ни слова. И все, что говорит клиент для адвоката с закон. Я напомню, что ранее адвокат российского актера рассказал о своем гонораре по этому делу о смертельном ДТП. Ну а прежний адвокат Ефремова исчез. Понятно как, куда, при каких обстоятельствах. Все это малоинтересно. Как опять, вот я всегда восхищаюсь нашими зрителями. Ну как им хотелось, чтобы все было не глупостью какой-то и не враньем. А чтобы Михаил был действительно политической жертвой. Ну, увы. Да, Миша выступал, причем за деньги это было все сделано. Большие вечера, где он читал репризы, которые тут же писал Дмитрий Быков. Но все еще на это все продавались билеты. Причем под таким нормальным ценом. Люди шли, потому что это было смешно, талантливо, невероятно, весело. В итоге, конечно, адвокат сыграл подлую роль в деле Михаила. Врал от начала до конца, предполагаемые журналисты. Причем за гигантский гонорар, там, по-моему, 10 миллионов рублей, как ходили слухи. Но все вернул или что-то вернул. Когда Михаил отказался от его услуг. Сегодня же, вроде как, договорилась Градская. Договорилась Добровинский. Александр Добровинский, я об этом говорил на радио Комсомольской правды. Попросил меня, я его связал с Градской. Стать ее адвокатом совершенно бесплатно. Марина думала два дня. Что он думал, не очень понятно. Она в каком-то ступоре находится. Я с ней разговаривал несколько раз. Но в итоге Добровинский, похоже, будет защищать ее интересы. Потому что там в ее истории все интереснее и интереснее. Хотя непросто будет Александру Добровинскому, даже с его опытом, со своим новым доверителем, предполагаю, я журналист Караулов. Пресненский суд Москвы, это сенсация, санкционировал арест главного врача больницы СИЗО. Матросская тишина Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Арестовали Кравченко до 18 марта, сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, в прошлом и позапрошлом годах Кравченко получал от арестованных взятки за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых принимались заведования и законные решения о наличии арестантов тяжелых заболеваний. Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания содержания под стражей спецконтингента. В ходе предварительного следствия установлено 8 лиц, освобожденных из подстражи в результате сфальсифицированных диагнозов, подговорится в сообщении Следственного комитета Москвы. Ну и СК Москвы ведет работу в театре Ленком, там идут допросы, допрашивают варшавера. Многих никто не понимает, каким образом и количество кооперативов вокруг театра. Даже билет, оказывается, продавал кооператив. Решение, возможность продать билеты, как я понял, может быть я что-то не понял, но мне так показалось, вот как я сейчас говорю, именно так считают следователи, создать кооператив, который на госденьги за 24 миллиона рублей получает право продавать билеты на спектакли Ленком, которые сегодня очень плохо продаются и идет снижение цен в два раза, в том числе на спектакле с участием Геннадия Хазанова. Билеты падают в цене, но никто их не покупает, никто не ходит. В таком состоянии театр сегодня. Это поражает воображение. Итак, Верховный суд России признает, как следовало ожидать, законным изменением подсудности дела экс-губернатора Хабаровского края Фургала, трех его предполагаемых соучастников, обвиняемых в совершении заказных убийств бизнесменов. Таким образом, Верховный суд отклонил операционные жалобы обвиняемых и их адвокатов, которые оспаривали решение Верховного суда от 11 ноября 2021 года о направлении дела на рассмотрение в Люберецкий городской суд Подмосковья. Преступления Фургала, якобы преступления, совершались на территории Хабаровского края, причем здесь Люберцы и Московская область. Однако, решение об изменении подсудности было принято по ходатайству Генпрокуратуры. Генеральный прокурор убежден, что на территории Хабаровского края Фургал, бывший губернатор, имеет, цитата, «обширный круг связей во властных структурах, с помощью которого, своих связей, круга связей, он может повлиять на ход разбирательства». Выступая в апелляции, адвокаты указали, что рассмотрение дела в Люберцах осложнит процесс. Сейчас Фургал содержится в Лефортово, поэтому на процесс его придется каждый раз конвоировать в Люберцах. Во-вторых, за деньги, при желании, можно найти сочувствующих и в Люберцах, и где угодно, а не только в Хабаровском крае, причем тут связи. У нас 21 век на дворе, эпоха, так сказать, глобального интернета, соответствующие, соответственно, возможности у каждого появляются, и у каждого, кто хочет искать друзей в следствии или среди судей, и кто не хочет, возможности широки. Адвокат Михаил Карапетян, адвокат Фургала, напомнил, что могут возникнуть проблемы с допросом аж 283 свидетелей и потерпевших, ведь большинство из них проживает где правильно, в Хабаровске, а разница во времени колоссальная. Даже если их будут допрашивать в утренних заседаниях, то понятно, что все это будет в Хабаровске, уже будет глубокий вечер, переходящий в ночь. Потому что допросы, как правило, затягиваются, это доставит немало хлопот. Цитата. Сегодня грубо нарушается закон. Фургал заявил, предъявляя мне события 2004 года, когда я был обычным врачом в обычном селе, и мне заявляют, что нельзя рассматривать мое дело в Хабаровске на том лишь основании, что я якобы имею влияние на суды и правоохранительные органы. Фургал категорически отверг доводы о предвзятости хабаровских судей. «Если сегодня мы говорим, что только в исключительных случаях можно применять подсудность, я хочу, чтобы сторона обвинения назвала эти моменты, где доказательство, что Фургал собирается давить, травмировать, наступать. Фургал просил слушать его дело в Хабаровске по месту совершения большинства инкриминированных преступлений. Кроме того, Фургал просил снять арест с имущества, 400 тысяч рублей, принадлежащих Олесе Киреевой, племянницы его бывшей жены Ларисы Стародубовой. В итоге срок ареста продлен до 28 апреля. Другие фигуранты тоже заявили о нарушении своих прав. Так скажем, Карепов, подельник Фургала, утверждал, что в ходе следствия на него оказывались физические и моральные пытки. Мне несколько раз говорили на полном серьезе, что меня расстреляют, почему должен быть Люберецкий суд, есть гораздо ближе суды к Хабаровскому краю. Короче говоря, генпрокуратура настаивает на своем. Напомню, что Фургал, Карепов, Кадыров, Полей обвиняются в покушении на убийство амурского предпринимателя Смольского, в убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова на территории Хабаровского края и Амурской области. Свою вину они отрицают, но о Николае Местрюков, который заключил досудебное соглашение со следствием, его дело в отдельное производство выделено, наверняка получит гриф, сам Местрюков находится под домашним арестом, но по слухам он тяжело болен, у него онкология, хотя, впрочем, это всего лишь слухи. Продолжение следует...